Сейчас же мой микрофон. Но вы же у меня вот такая... Но я могу не тыкать. Постояльцы этого хостела с нами разговаривать не хотят, но на вопросы полицейских им ответить всё-таки пришлось. Выйдите из комнаты, пожалуйста. А вы здесь живёте? Я не хочу с вами разговаривать. Можно я оденусь? Один из проживающих пояснил, что в этой квартире спальное место им снимает строительная фирма. А сколько у вас здесь человек живёт? Человек 5 точно живёт. Жилец явно обсчитался. Во всех трёх комнатах стоят двухъярусные кровати. По самым скромным подсчётам здесь может проживать до 15 человек. Лидия Павловна говорит, что приехала из Ростова на лечение. Сколько вы платите за жильё? Десять. Десять тысяч в месяц? Ну да. На дверях одной из комнат написана вот такая вот памятка. Здесь указано «У нас не хостел». Полиция объясняет, что я, гражданин Российской Федерации, являюсь сотрудником фирмы, проживаю здесь бесплатно. И также здесь указано, чтобы все постояльцы этого хостела хранили молчание при встрече с полицией, согласно 51-й статье Конституции. Жителям остальных квартир подъезда такое соседство не в радость. Анастасия с годовалой дочкой живёт прямо под гостиницей. Примерно раз в месяц у неё с потолка начинает капать вода. У меня там находятся провода, и из-за этого, когда они меня затопили, у меня произошло как замыкание. Из-за постояльцев хостела, по словам жителей, в подъезде всё время грязно. Из этой квартиры часто слышны ругань и крики. Ходят непонятные люди, неизвестные. Страшно в подъезде, особенно вечером. Я беспокоюсь и за внучку беспокоюсь. Собственник квартиры на жалобу соседей не реагирует. Он посылает всех на три буквы и не хочет ни с кем разговаривать. Вот это возмутительно. В квартире была проверка МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ. Однако собственник показал договор об аренде у него квартиры клининговой компанией для своих сотрудников. Проверяющие сделали вывод, если арендатор постоянный, значит это не хостел. А к клининговой компании вы имеете отношение? Нет. Всех постояльцев гостиницы забрали в отдел полиции для объяснений. Туда же вызовут и собственника жилья. Если хостел будет продолжать работу, соседи напишут коллективный иск в суд. Субтитры создавал DimaTorzok